Гравитация всегда работает. Когда я отмечу эти глаза, они идут в одну сторону, отмечены от гравитационной силы. Пожалуйста, посмотрите. Вчера тоже так было. И через сто лет этот закон тоже будет работать. И через тысячу лет. Закон никогда не уходит. И в святой жизни также есть такое право, которое всегда есть. которое всегда есть. Точно такой же закон существует в духовной жизни. И он работает всегда. В какой степени человек предается мне, точно так же я отвечаю ему. Так я не открываюсь. Некоторые из вас еще не полностью находятся в ритричестве. Вы как гости на фестивале. О, очень хорошая атмосфера. Какая хорошая атмосфера. Замечательный просад, приятное общение. Новорит и я имурия на фестивале больше, чем благослов cambio. Ну и ритринь святого имени означает нечто большее, нежели хороший пассанд, хорошее общение. Если вы скрым старое, вы увидите, как Кришна будет вернуться к вам. И если вы будете прикладывать серьезные усилия, то вы увидите, что Кришна делает по направлению к вам встречное движение. Но если вы не будете стараться, то результат будет небольшой. У вас не будет, как говорили, прорывного опыта, вы не сможете вырваться за рамки своих ограничений. По милости Кришны, у нас есть еще один целый день, когда мы сможем погрузиться в воскресенье Святого Имени. Это день, день после завтра. И тогда у вас будет 64-летний день. У нас есть хорошая новость. У нас есть хорошая новость. У нас есть 64 круга. Мы не путем вокруг, но мы все остаемся в доме. И хорошая новость в том, что эти 64 круга мы не будем с вами повторять на улице, бродя из стороны в сторону, а мы сядемся здесь, в этом зале и подплядываем здесь. Более того, мы примем обед в Малуне. То есть нельзя просто разговаривать. У нас единственный звук, который можно издавать, это Святое Имя. Вы увидите, что после этого вы чувствуете разницу, очень многое поменяется. Вы увидите, что после того, как проведя продолжительное время среди только звуков и Святого Имени, заметите, что ваш ум начнет работать по-другому. Вы заметили, что после того, как вы плачете на солнце, вы не чувствуете такой опыт по-другому, как вы говорили раньше. Потому что у вас есть такой опыт, когда вы долгое время повторяете мантру и поете киртан, то вам уже не хочется говорить на те вещи, на те тела, которые вы до этого говорили. Потому что у вас есть изменения. Хорошо, но... Хорошо, я вас сейчас немного поругал. Простите, пожалуйста, я получаю прощаду, что я делаю это. Я просто как-то отрабатываю просад, просто... Я не знаю, что я делаю это. Но я также думаю, что многие из вас очень серьезные тренеры. Но тем не менее, я также вижу, что многие из вас очень серьезные тренеры. Я хочу сейчас сделать небольшое практическое упражнение по повторению. Святого Имени. Видите, когда мы плачем, возникает небольшая проблема. Вместе с нами садится вся наша жизнь. Вроде бы села, оказывается, не один сел. И большинство из нас, когда мы садимся повторять мантру или петь киртан, оказывается, что мы сидим и по-прежнему остаемся в рамках нашего маленького мирка. И вот мимо нас пролетает с этого имя в эту сторону. И вот мимо нас пролетает с этого имя в эту сторону. И в нашем писаниях приводятся инструкции о том, как же нам свести эти две вещи вместе – нашу жизнь и наше воспевание. Если мы сможем последовать этим указаниям, этим инструкциям, то мы сможем свести свою жизнь и воспевание, они уже никогда не разлучаться. Этот метод описывает Шрепат Дьян Чандра. Его имя означает «настроение медитации». Он – это дескопец. Дьян Чандра был учеником Гопава Гуру Госвами. Помните, мы говорили Гопава Гуру Госвами? Однажды Господь Читания отправился на прожде. Он прив tennis двери и сяк. И, вернувшись назад, произвел stepping underway. У меня маленький вопрос, только 8 лет talvez burnout качественно когда я нахожусь в нечистом месте. О, мальчик сказал, но если это неправильно. Святое имя самое чистое. Он не может загрязнить дурной запах. И потом, ты не знаешь, а вдруг смерть настигнет тебя в туалете. Да ведь мы знаем, что в конце жизни необходимо повторять Святое имя. Никто из нас знает, когда конец выйдет. Он выйдет из-за туалета или внутри. Поэтому Киртания Садахари всегда делает Киртания Садахари. Это произвело впечатление на Киртани Махапрабху. Он спустил, и он поставил этот маленький маленький, 8-летний маленький маленький маленький, и сказал, что твой имя... И его имя был Гопал. И от ныне тебя зовут Гопал Гуру. Я называю тебя так, поскольку ты даже для меня Гуру, для меня Учителя. Когда Гопал Гуру вырос, у него появился ученик, один из его учеников, которого он назвал Дьян Чандар или Луна. И он написал Падати, Падахати, или руководство для воспевания джабры. И в этой книге, в этом руководстве мы находим очень интересный совет, который сейчас мы попробуем воплотить на практике. И он написал следующее. Сама-йоктан Эта-ти джабаракшана Очень красивый стиль. Первое, мантра должен быть в основном в центре ума. Прежде всего, необходимо расположить мантру в самом центре ума. И затем ум необходимо расположить в сердце мантры. После этого мантры 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 поament как отк TP и мантры 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 не мантры 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 Точно так же, как если мы зажжем огонь в темном месте, то вся тьма вынуждена уйти оттуда. Мантру необходимо поместить в сердце нашего ума. Среди вас есть матери. И вы часто думаете о своих детях. И вы часто думаете о своих детях. Другая часть присутствующих – это брамачари, которые очень любят сладости и все время о них думают. Я пил те, которые вы пили, и он был так сладким, как на хелестом планете. Когда я пил этот напиток, я вспоминал о зумных врачах. Такой сладкий напиток вредно пить. Особенно для брамачари. Но часто мы думаем о каких-то вещах, которые находятся в глубине нашего ума. Я думал о брамачаре. Некоторые иногда думают о брамачаре. Как бы мы думаем о брамачаре. Другой пример. Брамачари думают, вот бы на следующую картику поехать во брамачаре. И это приходит в нашу голову. Или мы думаем о хорошем дискуссии, которую мы провели с хорошим бррамачарем, в ашраме. И эта дискуссия снова и снова в нашу голову. Если бы мы беседовали с каким-то непредным вашим, и эта беседа запала нам в сердце, мы вновь и вновь вспоминаем о ней. Так что, когда вы делаете джампа, мантра должна, как все эти примеры, приходить в основе вашего мозга. Она должна оккупировать вашу мозгу. Она должна сидеть в мозге. И также, когда мы повторяем мантру, мантра должна оказаться в глубине, в сердце, в ума, в сознании. И, с другой стороны, наш ум должен направиться к мантре и войти в мантру. И когда мантра и ума входят в эту связь, в взаимосвязь.